Послание к евреям Святого Апостола Павла Глава первая Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сие говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог, Ты сын мой, я ныне родил Тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, И да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, Ты творишь ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне? Престол Твой Боже век века. Жезл царствия Твоего — жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости, более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же или та Твои не кончится. Кому когда из ангелов сказал Бог, Сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям Святого апостола Павла Глава вторая Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев отоликом спасений, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь Его? Или сын человеческий, что ты посещаешь Его? Немного ты унизил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его и поставил Его над делами рук Твоих, все покорил под ноги Его». Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще. «Я буду уповать на Него». И еще. «Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание к евреям святого апостола Павла Глава третья Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил Его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын, в доме Его. Дом же Его — мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих. Посему я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. послание к евреям святого апостола Павла Глава четвертая Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так, как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь, не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус на вин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне, посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. послание к евреям святого апостола Павла Глава Пятая Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Могущись не сходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину мелхиседека». Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину мелхиседека. Осем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. послание к евреям святого апостола Павла Глава шестая Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающий озлак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Послание к евреям святого апостола Павла Глава седьмая Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятину берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам левий, принимающий десятины в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. И так, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано «ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано «клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. послание к евреям святого апостола Павла глава восьмая Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священно-действователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Искинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, оветшающее и стареющее близко к уничтожению. Послание к евреям святого апостола Павла Глава девятая И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя из-за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кров Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью искинию и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самые же небесные лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос. Однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям святого апостола Павла Глава десятая Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божия. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Божия, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати, оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Послание к евреям святого апостола Павла Глава одиннадцатая Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти, говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они чермное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям святого апостола Павла Глава двенадцатая Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царства непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий. Послание к евреям святого апостола Павла Глава тринадцатая Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в осветилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли его, производя в вас благоугодное ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Я же немного и написал вам. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. 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 Продолжение следует...